Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania. И сегодня мы с вами готовим лечо. Для этого нам понадобится 1 кг перчиков, 2 кг помидорки и 1 кг баклажанов. Для начала мы с вами баклажаны замочим в холодной воде, подсоленной. Для этого нам понадобится кастрюлька. И туда мы кладем 3 столовые ложки соли. Кастрюлька где-то литров 5. Баклажанчики мы с вами разрежем вот так пополам и кусочками, пластиками. Режьте так, как вы обычно режете на лече. Я режу пластиками. Мы их туда положим и замачиваем сутки в подсоленной воде. Можно переворачивать, перевернуть, пошуршать немножечко, чтобы было какое-то движение. И вот сейчас пройдут у меня сутки. И я расскажу, что мы будем делать дальше. Так, ну вот у нас наступил следующий день. Наши баклажанчики полежали сутки. Вот они уже с них. Вода стекает. Они ждут своей очереди. Да, уже стекает. Ждут своей очереди уже. И пока они у нас отдыхают, мы с вами займемся помидорками и перчиками. Помидорок нам понадобится 2 килограмма и 1 килограмм перчиков. Сейчас мы сначала займемся помидорками. Мы их будем сейчас отпускать в кипяток, чтобы от них отделилась кожица. Так, чтобы на камеру не попадало. Вот он наш кипяток. Так, берем помидорки. Их протыкаем. Так вот чуть-чуть. Можно, кстати, с нескольких сторон. Вот так вот. И такими щипчиками ее берем. И опускаем в горячую воду. Вот она. И все то же самое проделываем с другими. Все готово. Вот она готова. Видите, у нее вот она кожурка. Она уже... Вот она, видите, все. Сейчас она остынет. И я ее буду... Держим совсем немного, минуту, может быть. Меньше даже. Вот, как видите, она начинает отделяться. Все, вынимаю. Вот она тоже отделилась. И все точно так же проделываем с остальными. Так. И теперь мы с вами помидорки эти чистим. Вот она отделяется. Но все отделяются по-разному, к сожалению. Некоторые не отделяются. Я их порезала ножичком. Почистила, вернее. Вот. Тут я параллельно уже взвешиваю, чтобы у меня получилось ровно 2 килограмма. Чтобы не оказалось потом, что там что-то меньше. Вот это вот плохо чистится. Так, и начинаем ее... Вот так мы режем. 2,263. Так, ну вот наши перчики. Здесь я уже немножко перчиков почистила. Вот, вот сейчас у нас 230 грамм. Вот. И сейчас мы будем еще чистить вместе с вами уже. Отрезаем моему попочку. Я думаю, все знают, как чистится перчик. Вот так вот. Перегородочки вот эти срезаем. Вот так вот. Вот так вот. Делаем серединочку. Потом можно сделать, например... Сделаем вот так вот. Берем ее и очень сильно бьем о низ чашки. Ну, там вот какая часть высыпается. Хорошо, конечно, это делать на ровной поверхности. Но у меня вот тут уже водичка собралась. Я не хочу делать. Так, и разрезаем его пополам. Очищаем все наши семечки. Ну, вот смотрите. Перчик у нас килограмм. Почти ровно. А теперь мы с вами его будем резать. Сейчас я пока в сторону уберу. Так, теперь режем. Так вот. Все, наконец-то у нас все с вами разрезано. Разложено по чашечкам. Да, у вас это прошло, наверное, несколько минут. У меня это заняло, наверное, часочек с чем-то, пока еще там отвлекалась. И сейчас мы перейдем с вами к самому основному. Мы начнем с вами помидорки наши пропускать через мясорубку. Чтобы у нас с вами получился томатный сок. Нам нужен сок сейчас. Ну, вот я приготовила мясорубку. Мясорубка у меня BOSCH 3 в 1, там, короче, не помню как там. Вот, я ее уже поставила. Поставила ведерочко. Она, к сожалению, не очень помещается, но у меня нет другой чашечки. Будет хорошо. Помидорка себе рядышком тут положила. То есть, в принципе, все видно. Сейчас мы с вами включаем розетку и начинаем делать сок. Перелила я все это в большую кастрюлю и теперь мы с вами ее будем солить. Так, будем солить по чуть-чуть. Вот так, где-то вот столько беру. Все это перемешаем. Сейчас попробуем. Так, ну вот, мы ее с вами довели до кипения, чуть-чуть помешали и теперь мы сюда выкладываем наши баклажаны. Все это перемешиваем и доводим снова до кипения. Довели до кипения, перемешали и теперь варим 7 минут все это дело. Крышечку закрываем. Так, ну вот, у нас прошло 7 минут и теперь мы туда вываливаем наши перчики. Опа! Все перемешиваем. Мы будем варить еще 20 минут. Закрываем крышку. Засекаем время и ждем. Так, 20 минут у нас прошло. Ой, камера запотела. Вот, здесь все хорошо, все сварилось. Немножечко еще даже закипает. И кастрюлю мы с вами переставляем. Будем сейчас баночки наши стерилизовать. Закипела наша водичка. Теперь мы берем крышечку, опускаем ее туда в воду. Опа! А сверху вот тут ставим нашу баночку. Вот она баночка. Ну, чуть-чуть по бокам. Захватываем пар у нее. Вот, и ставим сверху. Засекаем время, где-то минуты 3. Чтоб она динфицицировалась вся. Чтоб убились все микробы. И потом смотрим дальше, что будет. Так, ну вот наша кастрюлька. Открыла крышечку. Все уже готово. Перчик проварился. Баклажаны тоже. Всего много, как вы видите. И достаем нашу баночку. У меня прошло уже 3 минуты. И сейчас друг за дружкой будем их доставать. И все это складываем. Вот так. Все. И берем нашу крышечку. Ее берем вот так вот аккуратно. И закрываем. Сначала мы проворачиваем назад. Вот так вот. Чувствуем, что она встала. И потом вперед. Вот так. Оп. Все. Банка закатана у нас. Ждем следующую. Ну и вот так вот все баночки мы закатываем. Ну вот они наши баночки. Получилось 4 штуки. Чуть-чуть еще осталось там. У меня баночки где-то были 700 миллилитров. Я так думаю. А до этого я готовила. В прошлом году у меня были литровые вот такие вот. Тоже получилось 4 штуки. Так как там осталось немножечко. Я не стала класть уже в баночки. Мы лучше съедим их так. Тем более очень хочется попробовать. Вот. Лечо очень-очень вкусное. Просто оно бесподобное. Вам очень понравится. Вот. Единственный минус. Вы видите, да. То, что тут есть косточки. В каком-то баклажане были косточки. Я подумала, ну ладно. Я люблю с косточками баклажан. Я оставлю. Ну и вот смотрите, что получилось. Полно-полно косточек. Ощущение даже такое, как будто это не от баклажана, а от перца. Хотя все перцы я проверяла. Ничего не было. Ну вот, тем не менее. Они вот так вот. На сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно. Вот. Я ваши комментарии очень люблю читать. Вы их пишите очень много. Мне очень нравится. Спасибо большое. Также напишите рецепт своего леча. Может быть, вы добавляете что-то еще. Я думаю, можно еще добавить лук репчатый. Я когда перекладываю, мне что-то так лука захотелось там увидеть. Вот. Видимо, там что-то было похожее на лук. По-моему, перчик это был. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.